Я вас приветствую. Меня зовут Евгений Горобченко. В этом обучающем видеоуроке я хочу затронуть тему самосовершенствования как способа изменения своей жизни, улучшения себя в каком-либо направлении своей жизни. Это может быть физическое самосовершенствование, когда вы хотите накачать большие мышцы или рельефный пресс, кубики пресса, или же чтобы у вас была красивая подтянутая попа. Это может быть интеллектуальное самосовершенствование, чтобы вы, когда вы учитесь, чтобы поднять уровень своего IQ, или же вы хотите выучить английский язык, или стать профессионалом в той области, которой вы занимаетесь, вы юрист, программист, экономист или бухгалтер, или же вы просто хотите выучить английский язык, это все самосовершенствование. Я не знаю, с какой целью вы смотрите это видео, но я хочу поделиться с вами некоторыми советами, которые вам помогут стать лучше в той области, в которой вы хотите подтянуть. Важно понимать, что самосовершенствование – это процесс длительный, то есть он может быть растянут по времени, не всегда так быстро получается изменить себя, изменить какой-либо аспект своей жизни. Потому что самосовершенствование – это как залазить на большую гору с каждым метром, с каждым шагом становится все интереснее, все более красивые виды открываются, но в то же время вам становится все тяжелее и тяжелее. Если вы улучшаете себя, самосовершенствуетесь, то вы улучшаетесь. Если вы не самосовершенствуете, то вы деградируете, то есть ваши знания, они атрофируются. Значит, для того, чтобы самосовершенствоваться, прежде всего необходимо понять, что именно вы хотите конкретно изменить, какой аспект своей жизни улучшить и что хотите потянуть. То есть у вас должна быть конкретная, осязаемая цель, не просто «хочу накачать большие мышцы», а «какие мышцы», «на сколько вы хотите улучшить», «выучить английский язык», «до какого уровня хотите выучить» или же в другой какой-то области хотите самосовершенствоваться. Далее вам нужно четко понимать, что для этого нужно сделать. То есть прописать конкретный пошаговый план действий, который поможет вам стать лучше в этой области. Шаг пошаговый, я имею в виду нужно прописать на каждый день, что вы будете делать для того, чтобы изменить себя на день, на неделю, на месяц, на год. Это может быть долгосрочные планы. И одна из самых больших сложностей, не только в самосовершенствии, но вообще в достижении целей заключается в том, что приходится совершать первый, самый тяжелый и самый ответственный шаг. То есть не всегда легко сделать первый шаг. С этим многие сталкиваются, потому что они довольно длительное время пребывают в своей зоне комфорта и им трудно что-то менять. То есть важно понять с чего начать, какие конкретно действия нужно будет совершить. Не всегда можно самому прийти к такому выводу, что нужно будет конкретно вам делать. Поэтому вам возможно придется обращаться к специалистам, коучам, наставникам, менторам, тренерам, которые помогут вам пройти тот путь, который вы только собираетесь, намереваетесь пройти, когда они уже прошли. То есть у них есть знания и опыт. Вам конечно же потребуется образование. То есть можно его получать у тех людей, которые уже имеют это знание. Можно читать книги, можно посещать семинары, тренинги, конференции, где будут разбираться вопросы, которые помогут вам быть более совершенствами. То есть другими словами, вам нужно быть готовым к тому, что вам придется учиться и учиться много. Как я сказал, это процесс не быстрый и постоянно вам придется себя улучшать. И вам нужно будет маленькими шагами идти к вашей цели. То есть не всегда видимый результат будет сразу. Довольно длительное время возможно даже придется вообще работать без результата, без каких-либо видимых изменений. То есть как вот в спорте. Если вы занимаетесь спортом, то результат не приходит быстро. Нужно много, довольно длительное время заниматься либо же в тренажерном зале, либо же в бассейне, на стадионе для того, чтобы увидеть какие-то изменения, чтобы бегать быстрее, чтобы прыгать выше и толкать ядро дальше. И нужно будет обязательно вести дневник, который поможет вам измерять свой рост. То есть если вы будете вести дневник, вы будете видеть, какими вы были раньше и будете делать для себя выводы, что вам нужно в данный момент изменить, чтобы подтянуть, над чем работать. То есть вы будете видеть свой прогресс. В идеале, если будете вести видеодневник, видеоблог, как вот я сейчас веду, и можно видеть, как совершенствуются ваши навыки. Вот, например, я записываю видеоуроки. И если посмотреть еще пару лет назад, какие я записывал видеоуроки, то они несколько отличаются. То есть человек так устроен, что он меняется, что он улучшается. Нужно вести дневник. И нужно будет принять себя таким, какой вы есть. То есть нужно быть готовым к тому, что вы будете себя, возможно, критиковать, корить за то, что у вас что-то не получается, но нужно совершенно спокойно к этому относиться. Это нормально, если у вас что-то будет не получаться. Переверните страницу своей жизни и поймите, что вам нужно выходить на новый уровень, поэтому нужно смотреть на старые ошибки, но брать из них опыт. То есть черпать знания, воспринимать ошибки и сложности, как урок, который делает вас сильнее. Для того, чтобы самосовершенствоваться, вам нужно будет преодолеть свой страх перед новыми изменениями в своей жизни. То есть страх – это естественная реакция организма, и когда вы будете делать что-то новое, вам придется выходить за пределы своей зоны комфорта. То есть менять себя, и это психологически не всегда просто. Иногда это довольно-таки дискомфортно. То есть нужно быть открытым к всему новому, к новым знаниям, к новым навыкам, к новым привычкам и быть готовым к тому, что вам придется расставаться с старыми знаниями, возможно даже старыми людьми, которые тянут вас вниз, которые мешают вам самосовершенствоваться, мешают вам улучшаться. И благодаря этим людям вы будете закрыты к всему новому. То есть вам нужно для того, чтобы самосовершенствоваться, быть готовым впустить в свою жизнь новые привычки, новые знания и новые навыки. Если этот обучающий видеоурок был для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Это видео записал Евгений Горобченко. До встречи в следующих видеоуроках. Пока-пока.